Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о самых последних новостях в области медицины, красоты и здоровья. Сегодня вы увидите. Герпес. Как от него избавиться? Молекулярная биология. Как она помогает бороться с различными заболеваниями? Гимнастика для похудения. Как ее делать? Герпес – одна из самых распространенных вирусных инфекций человека. Существует всеми признанный факт, что 90% людей в мире заражены вирусом герпеса, который до определенного времени может никак не проявляться и не давать никаких признаков активности. Но что делать в том случае, если эта неприятная болячка все же проявилась и не дает вам покоя? Расскажем дальше. Герпесная инфекция является первым признаком ослабления иммунной системы организма человека. А появившаяся лихорадка на губах – это только одно из ее проявлений. Любимые территории вируса герпеса – слизистые оболочки. Сроки инкубационного периода колеблются в рамках от 2 до 21 дня. Герпес сам по себе, герпес вирусной инфекции, опасны тем, что они влияют на состояние иммунитета, с одной стороны. С другой стороны, часто этот вирус сопутствует именно иммунодефицитным состояниям, потому что люди с ослабленным иммунитетом, такие как ВИЧ-инфицированная, это проблема тоже сейчас актуальна, онкобольные, другие пациенты с различными тяжелыми соматическими заболеваниями или общими заболеваниями, именно подвержены герпесовирусным инфекциям. Главные причины перерастания хронического герпеса на губах в острую болезненную стадию – ослабление иммунного статуса, переохлаждение организма или его перегрев, физическое истощение, механические травмы губ и чрезмерное увлечение косметическими средствами. Пусковым механизмом возникновения герпетической инфекции может быть и стресс, и перенапряжение, и какие-то неправильные диеты, на которых сейчас сидят многие наши девушки, потом приходят к нам с иммунодефицитом. На первоначальной стадии герпеса на слизистых возникают высыпания, которые легко поддаются лечению. Но если упустить время, то такие множественные пузырьки, наполненные гноем, могут вскрываться, что может повлечь за собой новые попадания других вирусов или инфекции. Так что, обнаружив первые симптомы этого коварного заболевания, никогда не стоит сидеть и ждать, что все быстро закончится. Лучше сразу же начинать борьбу с герпесом. Если вирус первого-второго типа, который вызывает поражение кожи слизистых, это контактный бытовой путь передачи. То есть, если есть высыпание на губах, какие-то пузырьковые элементы или ветряная оспа, это, естественно, этот человек должен иметь свои предметы гигиены, не пользоваться чужими предметами гигиены, не целовать детей. И, соответственно, правильно, вовремя назначенное лечение. Это тоже один из методов профилактики. Если мы говорим о генитальном герпесе, то, конечно же, это исключение половых контактов и вовремя обратиться к врачу. Так же, как и при других формах герпеса. Если говорить о вирусе герпеса третьего типа, это опоясывающий лишай. Часто представляет опасность для пациентов, у которых есть хронические кожные заболевания, распространенные, такие как экзема нейродерми. То здесь может возникать так называемая экзема капыши, которая поражает весь кожный покров. То есть очень нужно быть осторожным, и этого человека нужно изолировать от людей или детей, у которых есть какие-то кожные заболевания. На сегодня не существует лекарств, которые бы полностью уничтожили вирус герпеса в организме человека. Однако есть группа специальных противовирусных средств, подавляющих его размножение. А еще появились специальные вакцины. Самое главное, сейчас есть современные противовирусные препараты, которые действуют точно на вирус герпеса. Это ациклические нуклеозиды. Разные фирмы, разные названия препаратов. И очень важно вовремя начать лечение. То есть если прием препарата, то в течение 72 часов. Этим мы добиваемся то, что герпес может вообще не возникнуть или возникнет в такой маленькой незначительной форме. А при опоясывающем герпесе это профилактика постгерпетической невралгии. То есть правильно, адекватное назначение ациклических нуклеозидов. И второй момент – это лечение уже в межрецидивный период. Потому что герпесовирусная инфекция склонна к рецидивированию. Особенно генитальный герпес, герпес на губах. Многие наши пациенты сталкиваются с такой проблемой. В межрецидивный период назначаются индукторы интерферона. Это препараты, которые повышают иммунитет. Некоторые другие иммунные препараты. Но желательно, естественно, после исследования на иммунный статус, интерфероновый индекс. А вакцина, да, это вакцина российского производства, которая проводится раз в неделю, 5 инъекций. Но вакцинация может проводиться только после консультации врача, если нет медицинских противопоказаний. И не раньше, чем через 10 дней после рецидива. Герпес на губах лучше всего предупредить профилактическими мероприятиями и мерами предосторожности, чем в дальнейшем лечить такое неприятное заболевание. Для этого вы всегда соблюдаете правила личной гигиены, а еще старайтесь избегать нервных стрессовых переживаний и переохлаждения организма. Любыми методами укрепляйте и закаляйте свой иммунитет, и тогда никакие вирусы вам не будут страшны. В 50-е годы прошлого века новая наука, молекулярная биология, успешно начала изучать трехмерную структуру ДНК и белков. Были сформулированы представления о генетическом коде. Сегодня совершено множество открытий в этом направлении. Молекулярная биология в 21 веке помогает бороться с самыми различными заболеваниями. Эксперты отмечают, что проблема влияния различных веществ на организм разрабатывается сегодня очень интенсивно. То, что еще лет 20 назад представлялось таинственным и непонятным, сейчас ученые начинают поэтапно раскрывать. Они описывают каждую отдельную стадию того или иного явления. После того, как научные институты стали объединяться с бизнес-центрами, наука соединилась с производством. Появилась возможность притворять идеи в жизнь. Не так давно смоделировали живую клетку. То есть у клетки одного микроорганизма забрали всю генетическую информацию, разрушили. Осталась только оболочка с содержимым, но без работающего генетического аппарата. Сделали искусственно совершенно новый генетический аппарат. То есть все гены промоделировали химическим путем. Это был искусственный ген, искусственная ДНК, молекула жизни. И эту штуковину внедрили в оболочку. И она заработала. То есть у клетки, сохранив все ее механизмы, поменяли технические планы. И она стала превращаться в другой организм, в другую клетку. В ту, с которой скопировали в свое время вот этот генетический аппарат. Эта работа в области молекулярной биологии и биотехнологии стала понемногу менять отношение к лекарствам. Стали производить продукты не только для лечения заболеваний, для ликвидации возбудителей болезней, но и для регуляции состояния человека. Как перейти в сонное состояние, чтобы избавиться от бессонницы? Как перейти в бодрое состояние? Как подавить проявление какого-то заболевания? И помочь организму заменить то, что организм не вырабатывает сам, искусственно обводимыми веществами. И пути использования этих веществ очень тщательно сейчас изучаются. Открывается очень много новых вариантов. Если раньше упрощенно считали, что вещество А превращается в вещество Б, потом вещество С и так далее, то сейчас начинают исследовать разветвление, множество разветвлений и запасных путей, по которым может пойти производство того или иного вещества. В 2008 году нобелевский лауреат Эрик Кандель провел опыты на морских улитках-аплизиях. Он стал изучать их нервную систему, а затем из этой системы он начал работать отдельно с нервными клетками и выяснил, как они влияют друг на друга. Потом он пошел дальше. Он заменил воздействие клеток друг на друга воздействием химического вещества, заставляющего эти клетки работать. То есть он уже стал выступать в роли сигнала, запускающего в работу клетки. Внутренние сигналы, внешние сигналы он заменил химическим веществом, которое сам капал. Потом он нашел промежуточный продукт, который образуется в клетке, и стал вводить этот промежуточный продукт внутрь клетки и получил те же результаты. Таким образом он доказал, что есть какое-то внешнее воздействие на поведение этой улитки, какие-то сигналы из окружающей среды, и вся цепочка теперь раскрыта, что можно идти до самой глубины и ввести какое-то вещество, чтобы эта улитка поменяла свое поведение. Примерно таким же путем идут сейчас фармацевтические компании. Они ищут такие вещества и такие дозировки, способы введения, чтобы изменять состояние человека. Есть традиционная серьезная медицинская проблема – это паркинсонизм, дрожательный паралич. Очень тяжело справиться с этой болезнью, она хроническая. И вдруг обнаружили ученые, что проявление этой болезни создает один из центров мозга, но вещества для управления этим центром посылаются из другого отдела мозга. Определили, что это за вещество. Это одно из управляющих веществ нервной системы под названием дофамин. Стала задача, как заставить организм побольше производить этого вещества. Не удалось ее сейчас еще решить. Но обнаружили, что вот этот самый дофамин вырабатывается из предшествующего вещества. И это предшествующее вещество можно в виде таблеток принимать больным паркинсонизмом. У них нарастает количество дофамина и облегчается течение этой болезни. Это одно из больших достижений молекулярной биологии и биотехнологии. Еще одни перспективные вещества – нейролептики. Они улучшают деятельность нервной системы. Раньше эпилепсия была очень тяжелым заболеванием, которое практически невозможно было лечить. Так вот сейчас создали вещества, которые в виде таблеток человек может принимать. Контакты между нервными клетками ослабляются, и они не вызывают этого судорожного приступа. Количество припадков у таких эпилептических больных резко сокращается. Несомненно, наука будет идти дальше. Со временем появятся новые вещества, способные облегчить течение тех или иных заболеваний или вовсе избавить от них. Следующий сюжет для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Физкультура для похудения – это практически весь современный фитнес. Не секрет, что многочисленные тренировки создаются прежде всего для того, чтобы преодолеть последствия гиподинамии и помочь людям сбросить лишний вес. Однако, существуют и специальные критерии эффективности и правила занятий физкультурой, следование которым позволяет не перенапрячься и достичь результата быстрее. Для того, чтобы похудеть, очень хорошо сочетать силовые кардио-тренировки, а также очень важно правильное дыхание и в конце тренировки – это растяжка. Для начала тренировки очень хорошо размяться. Мы начинаем с шагов, степ-тач, приставные шаги. Для усиления эффекта можно добавить захлёст, сделать по нескольку раз с каждой стороны. Делать глубокий вдох-выдох. Также хорошо добавить работу косых мышц, потянуть противоположный локоть к колену. Сделать несколько раз. Не забываем о дыхании. И переходим к силовым нагрузкам. Очень хорошо сделайте выпады вперёд. По 12 раз с каждой стороны. Ещё раз делаем. Очень хорошо подышать. Сделать глубокий вдох. И на выдохе два раза выдохнуть. И ещё раз вдох глубокий. Выдох. Также не забываем про руки. Чуть-чуть потянемся вперёд. И сделаем нагрузку на руки. Упражнение не имеется. Поднимаемся вверх. Снова глубокий вдох и выдох. И в конце тренировки, как я говорила, хорошо растянуться. Растягиваем косые мышцы при помощи наклонов. Наклон в сторону. Вытягиваем руку над головой. Тоже сделали с другой стороны. Потянулись. Можно чуть-чуть добавить других мышц. Вытянутся вперёд. В другую сторону. Сильно втянуть живот. Потянуться перед собой. Расправить плечи. Потянуться вниз. Присесть и потянуть ягодичные мышцы. Вытянуться вперёд. Снова глубокий вдох и выдох. Дыхание очень важно. Оно помогает похудеть. В конце очень хорошо потянуть шею. При помощи руки наклонили голову в одну сторону. Потом поменяли ручку. И наклонили голову в другую сторону. Вперёд. То же самое назад. Сделали ещё раз. В конце сделали глубокий вдох. И выдох. На этом наша тренировка закончена. И помните, что лучший принцип тренировки – это делать постепенно и постоянно. Профессионалы фитнеса говорят, что снизить вес можно практически любым видом тренировок. Главное, чтобы нагрузка нравилась, подходила и была регулярной. Редактор субтитров А.Семкин